Приветствую вас. Для начала хотелось бы, чтобы вы сами себе ответили на вопрос, что есть любовь в вашем представлении, в вашем понимании, что она значит для вас, как вы ее видите. И, соответственно, соприказается ли то, что вы понимаете под любовью, с тем, что вы чувствуете отношение к своему молодому человеку? То есть, если вы его любите, если он нашел другую девушку, ну, значит, наверное, его все устраивает, наверное, ему хорошо, наверное, ему комфортно и, наверное, он счастлив. Разве не это ли основная цель того, ну, допустим, чтобы, ну, разве не это основная цель любви? Вот вы сами как считаете? Разве не счастье является основной целью, основным направлением любви? Когда человека любишь, когда хочешь, чтобы человек был счастлив, там, ну, и так далее. Разве не это является основным направлением, посылом, применением любящего человека? И является ли в таком случае любовь любовью, если вы не хотите для своего молодого человека счастья? Или если вы хотите, например, чтобы он был счастлив, ну, допустим, только с вами? Понимаете, да? Вот какая штука. Понимаете, да? Какой важный момент здесь имеется. Вот. Поэтому, для начала, для начала постарайтесь ответить себе именно на этот вопрос. Потом подумайте о том, значит, что вы теряете, что вы теряете, именно вы. Из-за того, что молодой человек, ну, например, выбрал, там, другую женщину, да, то есть, стал общаться с другой. Что конкретно вы для себя в этой ситуации теряете? Что изменилось, грубо говоря, у вас? Какие представления у вас стали другими? Какие представления у вас о себе, например, поменялись? Это тоже довольно важный момент. И дальше, то, что вам, то, что вам вот желательно для себя понять, определить и увидеть, это для чего вам, к сожалению, молодого человека? Что вам должно это дать? Вот именно вам. Именно вам и именно вот по вашему мнению, что должно вам это дать? К сожалению, молодого человека. Зачем это вам? Чтобы молодой человек шалел? Вот. И вот после... После анализа этих вопросов, я рекомендую вам уже подкорректировать тогда свое отношение, может быть, свое поведение, может быть, ну, то есть, чего вам хочется на самом деле, на самом деле. Чего вы желаете, опять же, на самом деле. Что для вас важно, опять же, на самом деле. Вот. И чего не хватает. Опять же, на самом деле. Вот. И так вам будет понятнее, откуда растут ноги вашей проблематики, я полагаю. Я полагаю. Вот. И так вам будет легче. Так вам будет легче. Вот. Молодому человеку вам необходимо позволить быть тем, кто он есть, и позволить быть счастливым. А себе... Тебе тоже позволить быть счастливой. Потому что, если молодой человек ушел от вас, значит, он не ваш, и сам он не подходит, а значит, он не может сделать вас, ну, например, счастливой. И... И... Возникает тогда вопрос. Логичный. Да, если он не может вас сделать счастливой, то зачем он тогда вообще нужен? Правильно? Ну, я думаю, что да. Ну, вы сами об этом еще подумайте как следует, чтобы за вас не решать. Вот. И, соответственно, о результатах можете сообщить мне, либо любому психологу, которого вы выберете для работы. Потому что, ну, очевидно, что вы сейчас переживаете кризис, очевидно, что вам сейчас тяжело, очевидно, что вы не ожидали этого, очевидно, что у вас есть и привязка к мужчине. Ну, от этой привязки, в принципе, можно избавляться. Можно избавиться. Довольно легко. Вот. Если понять, что именно вам нужно, что именно вами движет. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...